Всем привет, сегодня приехали ремонтировать трёхстворчатое окно, получается ЦАП первое находится очень высоко от угла, строка довольно широка, здесь нет прижима, прижим первый здесь, прижим, прижим опять нет, прижима нет, 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 нет и здесь вот эти штуки тоже не работают, сейчас будем менять фурнитуру, сюда стоит дополнительный прижим, здесь соответственно сверху и наружный прижим будет с этой стороны стоять, эта строка пошла в работу, здесь у нас откидная стрелка, стоит рота, здесь мы поставим удлинитель, сюда сейчас прикрутим, ротовский удлинитель, чтобы в серединке тоже был здесь прижим, собственно, ну и заменим уплотнитель, шлетель поставим, будет всё чётко здесь работать здесь удлинитель ротовский, мы его сюда оттыкаем, всё, крутим, будет теперь здесь прижим, но не в середине, а очень почти в середине, дополнительно перекрутили конштейны, для москиток все только заменили ручки, от ручек вот здесь всё осталось, вот рука, на этой сетке тоже, то есть ручки новые поставили и кронштейн, вместо жёлтых сгнивших, так, сейчас будем ставить ответки и по этому окну уже всё, смотрим, было три прижима здесь, один был наверху, один был внизу и один был по серединке, сейчас у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, ещё один наружный прижим, всё теперь плотно закрывается, здесь скотчем было проклеено, осталось немного клея, в общем, надо сейчас всё это протереть космосфенчиком, всё, чисто всё снова у нас ещё балконная дверь есть, у неё вот раз, два, три внутренних прижима, мы их выкидываем, они работают в том случае, когда у нас дверь и сама рама ровная, она не перетянутая, бочка или там песочные часы выперло пену и соответственно створка должна быть тоже ровная, что в стройках такого не бывает никогда, так что будем сюда ставить два обычных прижима с этих, хорошей сеткой, нам сейчас надо тоже перекрутить у неё ручки, ручки отломались, как вот сейчас снять её, через соседнюю придётся её снимать, вот, и кронштейн заменим, что тут с кронштейнами, ну да, они тоже такие повядшие, только если так сделать, не, довольно-таки крепкий оказывается, так, вот сейчас будем заниматься, самый прикол то, что это мы делаем бонусом, перекручиваем вот эти кронштейны, старые сломанные, вот, но на это тратит столько времени, что мы давно бы уж эту дверь починили, а мы тут вводим её ещё некуда, потому что она уже, как обычно, профиль чуть-чуть ошибся и в стекло попало, ещё и на стекло попадём, что после часа работы с бубнами, всё, сетки обе стоят, в общем, схема какая, здесь один уголок маленький и сверху один общий, по-другому тут не сделаешь, я тут мучился, мучился, пробовал, в итоге так получилось, а это что за дырки, что-то двуградусник что-ли? Нет, ручка, ручка ещё одна, так, что надо опять, этот, рулетку, будем сейчас два прижима сюда ставить, как выяснилось, здесь стояла дополнительно вот эта штука ещё, вот, вот ручка, а вот ещё вот эта штука, непонятно зачем, вот эта дверь, кстати, тоже вот, заметьте, дверь, наверное, 800 мм шириной, потом сюда ещё 400, и вот первая ответка, которую мы сейчас будем убирать, потом ещё вот эта ответка, и здесь тоже самое, 800, потом бац, опять 400 вниз, и первая ответка, хотя их тут 4 штуки было, но это очень мало, сейчас посмотрим, сколько у нас будет, убираем, убираем, у нас получается, раз, сапфор, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и два прижима сейчас прикрутим, и будет здесь очень всё тепло. Теперь начинаем, кстати, сэндвич такой просвечивающий, если здесь, видно, да, как стеклопакет раскрыл, здесь подкладка, здесь подкладка, тут он что-то упал, здесь более-менее, да, нормально, где была ответка, и по факту сейчас здесь, плюс ещё и здесь, всё, короче, очень плотно поджимается, идут больше не будет, плюс ещё мы её расклинили, победа. А теперь про денюжки, как мы это любим, ну, так как это частник, она с нами расплатились по безналкам, за наличные рубли, отдали всё прям, кстати, если кому-то отдают, допустим, сумма, допустим, какая-то, ну, не круглая, и вам там тысячу, 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 и ты такой, блин, а у меня нету сдачи, они говорят, да и не надо, вот у кого-то такое было, ставим лайк, а может кто-то есть принципиальное, говорят, нет, я вам отдам всё как, всё по-честному, ну, в основном я не парюсь, и дают, бьют, беги, вот, значит, что мы тут сделали, мы по факту заменили на трёшке две створки, два уплотнителя заменили, и на одной створки мы заменили фурнитуру, сделали, петли не меняли, поставили привод, шпингалет 90 градусов и две клюшки, значит, получается, где-то пора их нахуй помыкнуть, в общем, всё, рассказал про цены, ничего тут такого нет, всё вроде цены, ну, адекватные, я не знаю, куда дешевле, вот такие пироги, всё, подписываемся, везде, в телегу, в телеге, кстати, прикольно, что сами заказчики скидывают нам видео, если у вас что-то с проблемой, сейчас вот зима начнётся, вот у тебя вот начнётся зима, что-нибудь задевает или дует, короче, раз, снимаешь на видео, скидываешь в телегу, даже не я отвечу, там куча специалистов, я, кстати, не считаю себя самым умным, который всё знает, я сам говорю, блин, я не знаю, чё такое EPDM уплотнитель, да хер его знает, резина, резина, для меня резина, вся резина, есть у меня ещё вспененная, Раутселл, есть Шлегель, вот я три резины знаю, чё-то там подсказывают мне, вот про Штерн сегодня спрашивал, они говорят, так ты же делал это уже, ну, вот так вот, интересное общение, короче, в телегу обязательно всем надо подписываться, там, потому что не только, ну, вообще-то я тоже скидываю, но в обсуждениях, короче, друг другу кидают всякие видосики и фоточки прикольные, всё.